12 лет работы. Это период грандиозного строительства, реализации масштабных, в том числе, инвестиционных проектов. Церемония представления в должности временно исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области начинается с благодарности Валерию Шанцеву. Больше минуты зал аплодирует стоя. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь набирает решение. До свидания. В 2009 году он угражден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. В 2012 назначен заместителем министра промышленности и торговли России. В 2013 становится первым замом. Планирую начать активную работу с встреч с коллегами, с которыми предстоит работать, с представителями общественности, с верим часы относительно того, какие проблемы я, исходя из своего опыта, выделяю в качестве самых острых и первоочередных, какие нижегородцы считают таковыми. Я, естественно, с учетом этого мнения сформирую план ближайших шагов. С одной стороны, тебя будут всегда сравнивать, и это дополнительную ответственность накладывать. С другой стороны, та база, которая была оставлена, и возможность в том числе посоветоваться с предшественниками, это, наоборот, плюс, который позволит легче войти в работу. Опору для своей команды и основу я вижу, конечно, в местных кадрах. Что касается структуры правительства, то рано или поздно, конечно же, я буду ее менять. Также в планах развития цифровой промышленности Глеб Никитин заявляет, с учетом той базы промышленного потенциала, которая есть в Нижегородской области, регион в большей степени, чем большинство других, имеет право на передовые позиции в новой индустриализации. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич отмечает большой опыт работы Глеба Никитина с реальным сектором экономики. Человек, который, по большому счету, был вторым лицом в промышленности страны долгие годы. Конечно, вот сейчас есть совершенно практически пласт работы, огромный регион, основой которой, хребтом которой является промышленность. Поэтому все знания, весь накопленный опыт, весь потенциал будет здесь применен для того, чтобы действительно область успешно развивалась. Промышленность будет локомотивом развития всех остальных отраслей. И агропромышленного комплекса, и социальной сферы, и внутриполитической стабильности. По словам полпреда, сейчас необходимо проработать вопрос, какие кадровые, структурные и финансовые ограничения есть у статуса в РИО. Досрочные выборы губернатора состоятся в Нижегородской области 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Анастасия Рябова, Владимир Гайдая, Алексей Калякин. Объективно, ННТВ. Продолжение следует...